Игры для шлемов виртуальной реальности. Часть 1. Шлемы виртуальной реальности откроют новую страницу компьютерных и видео игр в 2016 году. PlayStation VR, он же бывший Project Morpheus, HTC Vive, Oculus Rift и возможно Nintendo готовятся покорить миллионы игроков своим максимальным погружением. Мы решили собрать известные игры и демонстрации для этих систем в самый подробный на данный момент гид, первая часть которого перед вами. Итак, встречайте первые 15 игр и приложений, которые скорее всего будут доступны уже в следующем году. Battlezone. Классическая игра для системы Atari проходит десятый цикл смертей и перерождений. Теперь благодаря усилиям британцев из Rebellion создатели серии Sniper Elite и более ранних Alien vs Predator выкупили права на торговую марку Battlezone после банкротства Atari в 2013 году. Новая версия игры для VR выглядит как эпизод из Сильма Трон, с той лишь разницей, что внутри виртуальной реальности находитесь вы сами. И хотя графический Battlezone скорее зачаровывает, чем удивляет, создатели уверяют, что нас ждет просто невероятный геймплей. Игра войдет в стартовую линейку PlayStation VR, чтобы позднее появится версия для обладателей Oculus Rift. EVE Valkyria EVE Valkyria Многопользовательский экшн в космосе стал пионером для шлемов в виртуальной реальности и всегда демонстрировал мощь и глубину погружения новых систем. Мы попробовали EVE Valkyria на разных приставках. Из каждой новой версии игры эффект присутствия все усиливался. Игра планируется как стартовый проект для Oculus Rift и PlayStation VR. Но несмотря на все желания создателей, реализовать кросс-платформенный мультиплеер пока так и не удалось. Future Rhythm VR Создатели полигональной аркады Future Rhythm EP Deluxe решили не ограничиваться обновлением оригинала с поддержкой Sony VR и анонсировали продолжение. Игра использует все тот же мир, злобных полигонов, а также немного неумело копирует начало EVE Valkyria. Игру, видимо, можно было бы отнести к обычному стартовому мусору, если не брать во внимание обещанные 120 кадров в секунду, гарантирующие их максимально плавное вхождение. Synthesis Universe Synthesis Universe эксплуатирует все ту же стилистику Tron, обещая вам погружение в абстрактный компьютерный мир в качестве разумного андроида. Используя технологию Unreal Engine 4, разработчикам из компании Oliver GT удалось потянуть визуальную составляющую, но по современным стандартам игра выглядит неубедительно. Synthesis Universe запланирована в качестве стартового проекта для Oculus Rift и PlayStation VR, но для нас это просто визуально не впечатляющая технодемка. Grand Tourism Spot Представленная Paris Games Week долгожданная обвинка от Polyphony Digital предлагает давно обещанную поддержку шлемов виртуальной реальности. Особых деталей не сообщается, но предполагается, что Grand Tourism Spot пропустит старт PlayStation VR. Согласно нашим источникам, шлем виртуальной реальности будет использоваться при заездах от первого лица. London Heist – одна из самых известных демо-версий для PlayStation VR от лондонской студии Sony. Разбитая на несколько секций демонстрация, предлагает вам поучаствовать в ограблении банка, пережить допрос от бывших подельников и потом уйти от погони на автомобиле. Игра активно использует камеру PlayStation и Move-контроллеры, отслеживая ваше положение в пространстве. Поэтому, прячась за укрытием виртуальной реальности, вы должны приседать и в настоящем мире. Со стороны это выглядит очень комично, но уровень погружения очень высок, даже несмотря на достаточно среднюю графику. Лондонская студия обещает соненить все эти фрагменты в полноценный проект, который со временем вполне может превратиться в Getaway VR. The Walk – или в нашем переводе прогулка – это результат сотрудничества между игровым и киноподразделениями Sony. Небольшая демо-версия по матемам одномеменного фильма Роберта Замекиса предлагает участникам пройти по натянутому канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра. И хотя в этом технологическом аттракционе не так много разнообразия, работает он великолепно. Предполагается, что The Walk вместе с другими технологичными проектами войдет в стартную линейку PlayStation VR. Bricks Mechanized Combat League Новая игра от создателей спорной Killzone Mercenary сочетает в себе действительно приятную графику и достаточное количество экшена. По мнению представителей компании, схватки на гигантских роботах футуристического окружения имеют отличный потенциал, чтобы стать самостоятельной дисциплиной. Уже сейчас Sony ведет переговоры с крупными киберспортивными мероприятиями для продвижения проекта. Успеет ли Ricks Mechanized Combat League к старту PlayStation VR? Кто знает, модель распространения игры на данный момент тоже неизвестна. Until Dawn Rush of Blood Еще один анонс Paris Games Week от компании Supermassive Games должен был порадовать фанатов интерактивных хорроров. Until Dawn Rush of Blood является совершенно самостоятельным проектом в той же вселенной, что оригинальное приключение для PS4. Судя по трейлеру, нас ждет рельсовый шутер от первого лица с разными локациями, от леса до заброшенной шахты. Прессы демонстрировали поездку на вагонетках в стиле популярных аттракционов с той лишь разницей, что вы могли ответить многочисленным призракам и чудовищам шквальным огнем из автомата. Дата выхода Until Dawn Rush of Blood на данный момент неизвестна. Godling Сулфа — это студия из реклядика, собранная выходцами из CCP Games, которая на данный момент работает над серией проектов для VR-систем. Godling выглядит очень симпатично и должна порадовать глубоким уровнем погружения. Созданная на технологии Unreal Engine 4 это приключение от первого лица позволяет вам стать божеством, способным развить или разрушить окружающий вас мир. Для навигации в VR используется обычный DualShock, что позволяет вам сконцентрироваться на взаимодействии с окружением. При этом создатели обещают оптимизировать проект под 120 Гц PlayStation VR для максимально плавного восприятия второй реальности. Everest VR Everest VR — это второй проект от скандинавской компании, позволяющий, как гласит пресс-релиз, взойти на Everest прямо из своей комнаты. Игра поддерживает максимальное количество шлемов виртуальной реальности и предлагает детальное воссоздание основных маршрутов к заветной для альпинистов всего мира вершине. О дате выхода Everest VR на данный момент ничего неизвестно. Headmaster Какая же виртуальная реальность без спортивных игр? Frame Interactive выпускает странную смесь из аркадной игры и обучающего симулятора футбола. Вы должны отбивать мячи или забивать их ворота, используя законы физики и движения своего собственного тела. С каждым разом задачи усложняются и на экране появляются препятствия, посторонние объекты и ложные цели. Выражение «работать головой» с этой игрой принимает совершенно новый смысл. Графически проект выглядит очень красиво, и это пока единственное его достоинство. Super Hypercube – это первая абстрактная головоломка для систем VR от компании Koko Romi. Игра в эксклюзивной версии для PlayStation VR предлагает вам погрузиться в мир гиперпространства, где вам необходимо складывать геометрические фигуры, оценить их структуры и объем. Игра создавалась для разных систем с 2008 года, пока не нашла поддержку Sony на одном из инди-фестивалей. Super Hypercube – один из немногих проектов стартовой линейки PlayStation VR, который выглядит действительно интересно. White Day – корейское подразделение Sony Computer Entertainment совместно с Roy Games готовят ремейк популярного в Азии в хоррор-приключения «White Day – The Labyrinth Name School». Игра следует сюжету оригинала 2001 года выпуска, обещая адаптированную под VR механику и потянутое графическое оформление. White Day VR обещает семь разных концовок, несколько игровых персонажей и выборы, которые влияют на развитие сюжета. На данный момент подтверждены к выходу японская и корейская версии проекта. Wayward Sky – это классическое приключение от первого лица, где вы играете роль без молодого пилота, который после столкновения самолета с воздушной крепостью потеряла отца. Поиски родственника и исследования загадочного сооружения займут большую часть вашего игрового времени. Для перемещения по крепости вы используете свою голову в прямом смысле этого слова, а взаимодействуете с объектами через обычный дуал-шоу. Фактически, перед нами старый жанр point-and-click приключений, превращенный фактически look-and-click. О дате выхода Wayward Sky не сообщается, но предполагается, что игра появится в продаже почти сразу после старта PlayStation VR. На этом наша первая часть гида про игры для шлемов виртуальной реальности подошла к концу. Увидимся в самое ближайшее время. Подписывайтесь на наш канал, читайте наш сайт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова